Девушки отдыхают 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 А кто, извините, будет ее ногами, а? После мюзикла Квеникинса все ты лучше. Мэри Поппинс это звезда поэта, как минимум. Действительно, хореографическая группа тоже нужна. Мюзикл как-никак. А вы, стало быть, готовы воплотить Мэри Поппинс в пластике. Ну-ка, Мэри Поппинс, встаньте мы рядом. И сейчас мы посмотрим, что у нас получается. Не поверят нам, уж очень вы отличаетесь. Отличаетесь очень, я не знаю. Постойте, но ведь Мэри Поппинс может быть абсолютно раз. Одна воображение каждого читателя. Каждого зрителя. Своя, не похожая на других. Похожая? А это иди, а? Ну что ж, тогда представление... Начинается! Итак, представление начинается. Кстати, а вы-то знакомы с Мэри Поппинс? Да! А вы сейчас слышали, кто-то ответил нет. Вы знаете, это очень-очень странно, что вы не знакомы с Мэри Поппинс. Ведь они написаны ни одна, ни две. А целых четыре книги вам обязательно надо прочитать. А Мэри Поппинс, прежде всего, надо сказать, что... А впрочем, нет. Здесь, при дислогии, мы о ней ничего говорить не будем. Заметим только, что если Мэри Поппинс покажется вам поначалу слишком строгой, или даже суровой, но не пугайтесь, пожалуйста. Ведь если бы она была только строгой, ее вряд ли полюбили бы Джейн, Майкл, остальные ребятишки, да и вообще все-все-все ребята на земном шаре, которым посчастливилось познакомиться с Мэри Поппинс. Мэри Поппинс. Мама! 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 Стоп, 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 стоп. Кто-нибудь один. Да не Петя ушла. Как? Не сказав мне здрасти, не до свидания? Да! Без предупреждения? Да! И что мне делать с няней Кэти? Ну не знаю, что на ее месте, да, поскольку ее здесь нет, не знаю, что бы ты с ней делала, но я бы на твоем месте подал бы объявление в утреннюю газету о том, что наша мама в первую очередь, а точнее наша семья нуждается самой лучшей няньке на свете, причем самым маленьким жалованием. А потом я бы сидел и любовался, как они выстраиваются перед нашей калиткой в огромную очередь, атакую, что мешает движению, и мне приходится дать полисмену широк за труды. Да, мне пора. Откуда же дует ветер? Так холодно. Действительно. Дело в pai-бивском б Não-вези. Дело в м distributed летом, Субтитры подогнали Симон. 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 Меня звать Фанни. Ревматизм учится. Спасибо за внимание. Прекрасная погода, мисс. Я буду одни. А вообще, хвалите к вечеру. Да, 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 что я слышу? Да это же сама Мэри Бобби. Какой приятный сюрприз. Как? Дети тоже здесь? А клянусь, у меня не было такого сюрприза давно. Но с тех пор, как Христофор Колумб открыл Америку... Он, наверное, очень-очень старый. Кто? Я? Да вы сравнили с моей бабушкой. Я просто цыпленок. Но я тоже кое-что повидала на своем веку. Помню, например, как создавался мир. А я в ту пору была, была же вам далеко не девочка. А я суматоха была тогда. А что же это? Я все тут болтаю-болтаю, а вас никто не обслуживает. Вы ведь пришли за имбирными пряниками, моя дорогая. А Ниф, Аня, уже далеко вам? Нет. Нет? Мамочка, вы как раз собирались. Что? Да, так-так-так, мне надо, не позвольте спросить. А кто это вам позволил расставать мои пряники? А не что, мамочка? А я не расставала. Я только подумала. Думала-болтаю. Другой раз будет и про не думать. У меня, слава богу, самой умах хватает. А ты, Фанни, ты тоже думала, да? Нет, мамочка. Тем лучше для тебя. Открой коробку. Ну, что же вы в эти прядки? Не идете, не берете свои зернышки? Ну, смирение, смирение. Ну, ну как? Вкусно? А-ха-ха-ха! Крична, крична, крична! Вкусно! Ну, имейте в виду, я не раздаю свои пряники даром. Нужно денежки, денежки, денежки. С каждого патрицента. С каждого патрицента. А? Ну вот, ну вот, хорошо. Садитесь, мои замечательные цыплятки. Я так рада, что вы пришли ко мне в гости. Ну, скажите-ка мне, а что вы делаете со своими бумажными пряничными золотыми звездочками, а? Мы их собираем. Все-все. Да? А где же вы их храните? Ну, я их прячу. Левый-левый ящик комода. Под носовыми клотками. А я в коробке из-под ботинок. На нижней полке гардероба. О-о-о! Левый-верхний ящик комоды. Нижняя полка гардероба. Коробка из-под ботинок. Ох, как это интересно! Как мне было бы это узнать, что вы храните свои звездочки! Ну, я вас буду ждать в гости с неба вчера. Приходите поскорееей! Поскорееей! Вот так-так. Здесь совсем никого нет. Правда? Странно. Еще водопреники были очень вкусные. Слышь, да-да-да-да, по лестнице! Что она делает? Не знаю, может, уже она забыла что-нибудь. Или... Ну, что это, конечка, на смолу в Ливии? Конечка, Ваня и Анни! Да почему, почему она до сих пор еще не пришла, а? Ну, лаше, ману времени, мол, паста-быки, ох! Мамочка, может, кто-то из ребят просто заболел, а? А, она не смогла прийти вовремя. Жизнь! Итак! Если вы, девка и... Тяжелая! Тяжелая! Трудись! Что они собираются делать? Смотрите! Мисс Фарни поставила лестницу так, что она достает до небес! Мисс Курик коробкается по лестнице, А Мэри-попица макнула кисть витра склеит И начинает влазить небесный свон! И еще она приклеивает на небо звезды! Это же наши! Наши звезды! Мисс Курик коробка Мисс Курик коробкается по лестнице, 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 Продолжение следует... 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 Ну и вкусно! Ему и надо! Так ему и надо! Противная! Противная! Что здесь происходит? Значит так, Джейн, сегодня ты шагом приступишь из этой комнаты. Ну и пожалуйста! Ах, пожалуйста! Ну что ж, у тебя сегодня будет время очень хорошо подумать. Поехали! Интересно, что они делают в гостях у Месларки? Наверное, играют с собаками. И Месларки рассказывает им, какая молодая рода! Замечательная, родословная! А в арталоне наполовину легавая, и они половины худшие. Чайно дадут шоколадные печенья и ореховый торт! Послушайте! Невольно, Джейн! Вы ему коллегу разбили! Куда вы смотрите, глупышка? Посмотрите сюда! Ничего не понимаю! Ничего! Не понимаете? Ну, в том, я возможно! Мы не раз замечали, что вы с Майклом не понимаете самых простых вещей! Правда! Пойдемте к нам в гости! Мы будем вашими лошадками, если захотите! Меня зовут Валентин! Очень рад познакомиться! И еще у нас есть Кристина! Где же Кристина? Пойдемте и увидите! Устальные вы ушли в гости! А вы идите в гости к нам! Мы устроим вам ваше честь! Ладно! 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 А Джейн! Не рад, а Джейн! Свет! А Джейн! Забир розовый букет! Тебя на грудь я приколю! Так сильно я тебя люблю! Вот это что! Ну, мне пора! Нет, 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 меня там будут искать, мне обязательно надо домой, мы еще совсем рано. А ведь все еще в гостях умезла. Пойдемте, мы покажем вам свои краски. А у вас есть берлинская лазурь? Есть! В серебряном тюбике. Я так уж двинулась краской, и скорее обратно, даже не попрошу даже покрасить. Я ненадолго, уже поздно. Только на пять минут. Кристина! Кристина! Фото, фото, фото! Джейн, ну наконец-то! Дети так давно следили за тобой, ну и никак не удавалось тебя поймать. Ты была такая счастливая. Поймать меня? Я, я не понимаю. Прадедушка, тебе сейчас все объяснили? А, так, так, так. Джейн наконец прибыла. Ага, а она не захотела быть старшей, рассердилась, раскапризничала, швырнула в картину игрушкой и разбила Валентину коленку. Ну капризы, так, 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 это хорошо, но у нас тут капризничать не разрешается, детка. Садись поближе. Выпьешь чаю или вишневой наливки? Пожалуйста. Спасибо, но вы ошиблись. Я живу к нами номер 17, вишневом переулке. Ты хочешь сказать жена? Теперь живешь здесь. Я не хочу жить здесь! Разве вы не понимаете? Я хочу домой! Нет, 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 тебе там было плохо. А, тебе там было плохо? Я-то знаю, какого быть старшим. Ты делай за всех работу, а младшие забавляют, так. А у нас ты будешь самой младшей крошкой, нашим дорогим золотом, и все будут тебя пробовать. Я хочу домой! Мне нужно домой! Ты думала, мы тебя так и отпустим, да? Ты чуть не разбила нашу картину, а? А ну, предлагай выкуп, а? Да, я думала, в своей краске. У нас есть краски. Да ладно же. Тогда я выйду с Валентина сам уж когда-то выросну. Ну, боюсь, что это уже поздно, Валентин. Давным-давно вырос. Я ничего не понимаю. Где же я? Ты далеко-далеко от дома, деточка. Ты попала в прошлое. Ну, далекое прошлое, когда все-все-все ребятишки были еще маленькими, да? А как же, как же мне попасть домой? Никак. Ты забыла, что дома 17 не существует? Твои родные еще не родились? Тебе некуда идти? Нет, нет, это неправда. Мы решаем, вы знаете. Женьки, Женьки, куда же ты? Стой! Стой! Женьки, вперед! Мэри-Поппис, Мэри-Поппис! Ай, ой, ой, ой,reto Arctic wykon! Женьки, берись! Мэри-Поппис,atto! Женьки, nick 9! Мэри-поппис, помогите! Помогите! Мэри-Поппис! Я буду тебе очень признательна, если ты вспомнишь, что это моя лучшая любка, и я собираюсь ее носить все лето. Ой, это вы? А я думала, вы меня не слышали. Я думала, мне придется этого сказать навсегда. Я думала. Некоторые люди думают слишком много, чересчур много. Потрясающий путь! Я больше никогда не буду как-то излучать. Вот так, в переулку идет корова! Корова? В городе? Настоящая корова! Вот это да! Да-да, идет тихо-тихо и заглядывает во все ворота. Как будто что-то потеряла и ищет. Глядите, корова! Вот странно, правда? И ничего тут странного нет. Я знаю эту корову. А как давно вы ее знаете? О, еще до того, как она побывала у короля. А давно это было? Очень-очень давно. Я расскажу вам. Рыжая корова. Вот как ее звали. Она жила на прекрасном лугу с самой лучшей зеленой сочной тропой. У нее была дочь. Рыжая тетка. Корова вела себя всегда, между прочим, как истинная леди и не позволяла себе ничего лишнего. Но однажды ночью случилось страшное. Она проснулась и пустилась в пляс. Как странно. Я всегда была простой коровой и считала, что мне звать неприлично. А теперь я так за уже седьмой день. Я так устала и хочу позываться. Перестань ты же звать. Не могу. Мои ноги не слушают за меня. Вам надо срочно пойти и пожаловать в прайву. Вы так считаете? Да. Моду тогда поемте. Моду тогда поемте. Сколько законов сочинил я сегодня? Семьдесят два, Ваше Величество! Это всего лишь за час работы. Что это такое? Корова, Ваше Величество! Если я вижу или еще не лишил созрения, я спрашиваю, что корова делает во дворце. И давайте выкладывайте побыстрее, потому что ровно в десять мне нужно быть у цирюльника. И перестать наконец тут вертеться, как Юла. У меня от вас просто голова кружится. Просто голова кружится! Все дело в том, что я не могу перестать. Очень странно. Перестаньте немедленно! Таков королевский приказ! Таков королевский приказ! Я старалась, Ваше Величество, но ничего не выходит. Я танцую уже седьмые сутки. Ничего не ед, почти не сплю. Вот я и пришла попросить Вашего Величества совета. Очень странно. Очень странно. А какие при этом ощущения? Ощущения? Странные и, пожалуй, что приятные. Словно внутри меня запрет мне гуд с мишинки. И хочется лет. Нет! В центре города Большого, Где гребит и не растет. Шипает волшебник слова, Вдарь на ветвый риск он въедет. Рисковал он, что попало, Просто гребит степи си. И в деревню на поправку, Где коровы щит и вратку, Отсыпаться в правильный пыль. Тридцать три коровы, Тридцать три коровы, Тридцать три коровы, Свежая снега. Тридцать три коровы, Стих наделся новый, В дождь от одного пола пола. Тридцать три коровы, Тридцать три коровы, Тридцать три коровы, Свежая снега. Тридцать три коровы, Стих наделся новый, В дождь от одного пола пола пола. Тридцать три коровы, В шесть утра вставал он рано, Тридцать три коровы, Стих наделся новый, В дождь от одного пола 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 пол Веденые дороги, с ней просился новый, как-то как порвало молоко, как-то как порвало молоко, как-то как порвало молоко, как-то как порвало молоко. Вот, как-то так. Поросичка. Что случилось? Неужели вы меня видите? Она же подхватила на рога подучили за стол. Ну, о чем дело? Итак, господа придворные, немедленно снимите с нее подучили звезду. Эта звезда с удара не заставляет вас танцевать и спать, и не есть. Итак, господа придворные, тяните. Затармите мне голову. Тяните сильнее. Еще раз. Господа придворные, не, не медленно посмотрите, что говорится. Порова со звездами на рогах в энциклопедии. Ничего нет, Ваше Величество, только это. Послушайте сказочку выше Луны. Порову подпрыгнув выше Луны. Боишь, что не скоро появится снова. Такая прыгучая чудо-порова. Да, может, я вам посоветую. Что вы советуете? Попробуйте делать то же самое. Что сделать? Подпрыгнуть выше Луны. Я прыгаю выше Луны? Я же простой мой коровый, так? Нет, ну, судары, не попросили меня дать вам совет. Вы хотите вечером не спать? Вы хотите вечером голодать? Нет. Вот это попробуйте делать то же самое. Я попробую. Я готова. Идите домой, туда-сад. Так, немного проверьте. Так. И именно сюда. Когда я свистну, прыгайте. Итак. Раз, два, три. Превосходный прыжок, мадам. Ну что ж, я надеюсь, она замечательно приземлится на свою лугу. А мне пора к телюльнику подстричься. Если к нему придет подстричь Гривуля, я тогда точно не успею. А кто такой телюльник? А это парикмахер по-старому или по-новому в Радобрее. Али, вы тоже были в Радобрее? Да, и такое было. Я тоже. Али, вы тоже были в Радобрее. Али, вы тоже были в Радобрее. 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 Али, вы тоже были в Радобрее. Али, вы тоже были в Радобрее. 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 Что, Сань, вы теперь дома? Ваше желание исполнено. Все хорошо, но мне чего-то не хватает. А чего именно? Сначала я сама не знала, а потом поняла. Я скучаю по своей звезде. Я так привыкла подзываться и ощущать во всем теле приятную лук. Ну, дорогая моя, посмотрите, пожалуйста, на небо. Разве там одна звезда? Их миллионы. И миллионы падают каждую ночь. Но нельзя же думать, что звезда каждый раз будет падать на один и тот же лук. Да, вы хотите сказать, если бы я, немного побудусь. Ну, конечно, ищите и огрязчивайте. Я так и сделаю. Мы вам желаем удачи. Так вот, что она здесь искала. Она искала здесь свою звезду. Дети, в парке появилась карусель вчера вечером. Я думал, вам интересно будет узнать. Ну, ведь для меня это не новость. Твой парикопец, можно мы пойдем? Скажите, да, скажите, да. Лично я пойду. У меня деньги есть, а как бы, не знаю. У меня есть 6 пенцев. Джей, подолжи мне 2 пенца. Пожалуйста, никаких одолжи и дай займы в этой детской. Но я возьму вам билеты на один раз и будет с вас. Собирайтесь. И побыстрее. Ждать никого не буду. Вы хотите сказать, что он должен был отличный вид? Ну, не знаю, не знаю. Чего еще от вас ожидать? А вот вас не мешало бы привести в порядок. Всех стороной красоты, а нам конья. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, привет, ребятишки! Привет, от старого знакомого! А как видишь, а ты мне в снег забораживаешься? Ничего не могу с тобой поделать! Люблюсь, скажи, ты! Люблю летать по вашей комнате! Какой ты яркий, какой красивый! Я тебя так люблю! Так ты говоришь, я тебе нравлюсь! Ужас! Опять болты-болты-болты! Вечером кто-нибудь плещит в этой комнате! Я в жизни не чихала столько болтаний! Эх, на себя посмотрят! Твои болтания могут разболтаться! И дочь не успел! А-а-а! А-а-а! Я тебе не стой! Чуть-чуть! Три-то-чуть! Фу! Че-то не надо! Чего? Ты хуже всякого ворокяка, правда сказать! А у меня и без дела! Много же студентов! Совещания, переговоры, конференции, встречи и тому, да? О-о-о! И до коллегов подобных! Мне тоже нужно многое обсудить! Спокойно! Спокойно! А с вами, молодой человек, я вообще не разговариваю! Вы, между прочим, в прошлую субботу так болтали, так болтали! Эх, всем мешать спали! Да-да, я тоже думала, ты не болтали! Я сказала, что ты мне всю ночь спать не давал! Мне не болтало, я плаваю! А вы не сплавите, я был не здоров! Ну что, ребятки, осталось у вас что-нибудь для старого знакомого? Осталось немного печеньки! Перси, перси! Спасибо! Я сказала, спасибо! А, стой, детка, это пустое! У него нет времени на все эти церемонии! Что вы скажете? Я, наверное, никогда не пойму этих взрослых! Они все очень-то глупые! Они не понимают, что говорят вещи! Папа сказал, что он хотел бы знать, на каком языке говорить вещи! Да-да, просто просите! А как тебе нравится заявление мамы, что говорят, что говорят в пик-пик! И ей как будто я не знаю, что сборить! Ничего подобного не говорит, а разговаривает на том же языке, что и мы! Когда-то они все понимали! Да, ну правда? Да! Вы хотите сказать, они принимались по царям, ветерам, деревьям? Да-да! Деревья, визык, сон, чем лучшие звезды! Именно так, когда-то! А почему же они это все позорвали? Почему? Потому что они стали старше! Вот так-то! Да, тем не менее, это так-то! Я знаю, что я ничего не забуду, когда стану старше! А я тем более! Фу, ты ну-то нашли с ним, Андеркин, да и седьмое чудо света! Все забудете, как только молочные рубки полностью поменяются на терены! Ни за что! Непременно забудете! Да, вы, конечно, в этом не виноваты! Просто тут ничего не поделаешь! Нет ни одного человека, который мы помним! За исключением, конечно, Мэри Попфитс! А почему она может помнить, а вы нет? О, она не такая, как все! Она! Нет, это исключение! Да, она вне конкуренции! Она единственная в своем роде! Нет, ну, конечно, не наружности! Любого только что вылупившегося птенец, намного красивее Мэри Попфитс! Ах, так! Ну, дядь, вы сейчас сказали, Артемент! Ну, дядь, я сейчас! Ах, ты не готова в этот раз меня поймала, да? Конечно, поймала! Конечно! Красивый чувак! Слышите? Ветер разговаривает! Мэри Попфитс, вы правда считаете, что когда мы станем старше, мы не сможем этого слышать? Слышать-то вы все будете, а вот понимать, вы не станете... Я не буду таким, как все, и все! Пусть они говорят, что хотят! Я никогда не забуду, никогда! Вы только на них посмотрите! Непременно забудете, через месяц-два только морочные зубки с ленец на коренны, и все забудете! Глупый, безперый пакушаток! Ничего не поделаешь! Так уж, полагается! Мы куда-то не туда ищем! Да мы не сюда! С каких это пор? Парк нам не по дороге! Парк? Вот именно, парк! Дорога домой не одна, с вашего разрешения вход в парк тоже не один! Шарики! Шарики! Ну, ну, мои удяточки, какой выберет, какой на вас смотрит! Выбирайте, не спешите! Шарик жарику рознь! У нас денег нет! Вы только посмотреть! Ну, ну, что же за удовольствие смотреть на шарик? Шарик надо почувствовать! Шарикам надо познакомиться! Эх! Вышли вы из моды, мои голубочки! Никого-то вы не нужды, кроме меня, старухи! Ох! Нам очень нужен шарик! Так у нас денег нет! Она потратила весь пункт на... А кто это она, позвольте спросить? Я... Я хотела сказать... Выражайся париж, ребят старших! Вот, пожалуйста, возьмите! Как блестит, как блестит! Давно я не видела ни одной такой стих-бордой была девочкой! Вам нужны шарики, мои красавицы! Будьте так любезны! Сколько прикажете? Сколько прикажете? На всех! Вот, миленький, миленький! Правда! Каждому! Каждому два шарика! Ну, я надеюсь, я всегда говорю правду! Ну, выбирайте, мои голубчики, не спешите! Шарик шарику розет! Для каждого найдется свой подходящий! Вот иной разметет шарик, и вся жизнь пойдет у него к ворку! Я вот этот хочу! А, сейчас посмотрим, правильно ты выбрала и нет! Давай-ка мы его надуем! А, твое имя! Смотрите, на нем написано Майкл Бенн! Что я говорила? Ты выбирал, не спешил, правильно выбрал! Посмотрите, а я! А, твое имя! А, шарик 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 розет! Для каждого найдется свой подходящий! Лишь бы человек умел выбирать! А для Майкл Бенн тоже есть! А, давайте посмотрим, пусть сама выберет! Она-то не ошибется! А, 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 а! Мы прикородим! Я же говорила, мои утяточки! Шарик шарику розет! Лишь бы человек умел выбирать! Для каждого есть свой подходящий шарик! Шарик шарик шарик! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что за раз чудесный день? А вы прелесть, не прелесть. А у нас что-то варчитается. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Кроме вас. А ведь вы очень хорошие. Ничего вечного на свете нет. Ничего? Абсолютно ничего. Интересно. А что же тебе интересно? Случилось бы все это с нами, если бы вас рядом нет. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Байком, будь умницей. Джейн, позаботь себя младше. Ветер усиливается. Ветер переменился, а нам летает. Мэри, попить! Верни, попить! Ветер! Ветер! Мэри, попить! Попить! И мне часы спасают все ущемы. Сердце людей сбывает весь петель. Кружат надежды и душа я встал. Кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет, и день и ночь вращаются. В парусе земля. Сотни лет, все ветры вращаются. Нам любви своя. Кружат надежды и душа я встал. Сотни лет, и день и ночь вращаются. В парусе земля. Сотни лет, все в жизни возвращаются. Нам любви своя. Сотни лет, и день и ночь вращаются. Сотни лет, и день и ночь вращаются. Старо ветер переменится, Затаро в нашу замер. Он улетел, он улетел, Островый ветер. Он улетел, Островый ветер. Переводец, до свидания! 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 и молодежи города Смоленска, солистка Ольга Гордиенко, художественный руководитель коллектива, заслуженный учитель России Александр Зуй. Спасибо вам за внимание, наши дорогие зрители. Мы надеемся, что вы придете домой необязательно прочитаете книгу Павла Трэбберс «Мэри Оффинс». Павла Трэбберс «Мэри Оффинс» Играет музыка. Продолжение следует...